Девушки отдыхают И Псалом еще не окончился Я не мог обрести покой, пока не открыл для себя, что Господь есть мой успех Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена Вы видите, здесь речь идет об успехе Но задумайтесь, о каком успехе здесь идет речь Умастил елеем голову мою Давайте посмотрим на Божье определение успеха Успех глазами Бога — это прорыв в ваших взаимоотношениях с Ним Повторюсь еще раз, прорыв во взаимоотношениях с Ним Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена Давайте немного поразмыслим об этом Что означал елей в Ветхом Завете? О чем здесь идет речь? Что подразумевается под елеем? Что ж, Давид упоминает елей, а именно оливковое масло, которое использовалось при разведении овец Этим маслом смазалось лицо овечки, чтобы предотвратить попадание инфекций Чтобы насекомые не досаждали Чаще всего использовалось именно оливковое масло, которое добывалось из плодов оливковых деревьев Но было и другое предназначение елея Оно изливалось на голову священников при их рукоположении или на голову царей Несколько раз в Писании мы читаем о том, как священник изливал елей на голову человека, объявляя после этого его царем Так было в случае с царем Давидом, до него с царем Саулом Когда брали драгоценный елей и изливали его на голову того человека, кто должен был стать царем, священником или пророком И это означало особые взаимоотношения с Богом этого человека Что этот человек помазан елеем таким особым образом Вот этот человек имел особые отношения с Богом Что он получал мудрость свыше, что ему было поручено вести избранный народ Это означало прорыв взаимоотношений со всемогущим Богом И это отличало этого человека от других И сегодня, во времена Нового Завета, мы понимаем, что у каждого из нас есть такой елей Елей — это Дух Святой Благодаря чему мы можем иметь особые взаимоотношения с всемогущим Богом Благодаря помазанию Святого Духа, по вере в Иисуса Христа И мы должны об этом помнить Присутствует ли елей в ваших взаимоотношениях с Богом? Давайте посмотрим на разные грани успеха Успех глазами Бога — это познание Бога «Ты умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена» Это сознание того, насколько вы любимы И это знание того, куда вы направляетесь И я пребуду в Доме Господнем многие дни Давайте рассмотрим каждый пункт подробнее Успех глазами Бога — это познание Бога «Чаша моя преисполнена» Мы читаем в книге пророка Иеремии, что следует хвалиться лишь знанием Бога Да не хвалиться мудрой мудростью Своею Да не хвалиться сильной силою Своею Да не хвалиться богатой богатством Своим «Но хваляющийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благогодно мне», — говорит Господь Бог позволяет вам хвалиться лишь одним «Знанием Его» А это всегда ведет к смирению Заметьте также, что успех — это осознание того, что вы любимы Каждый человек, мужчина или женщина, хочет быть любимым, принятым Богом «Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей» Слово «сопровождают» на самом деле означает «преследуют» Они преследуют меня, не оставляют меня Куда бы я ни пошел, они следуют за мной Даже если я буду пытаться убежать от них, как Иона пытался убежать от Бога Но Бог был с ним и хранил его Можно вспомнить апостола Павла, до того, как он обратился к Богу, он был савлом Он пытался убежать от Бога и даже гнал церковь Иисуса Христа Но Бог не оставил его, он преследовал его Любовь Божия никогда не оставит вас, как бы вы ни пытались уйти от Бога И в конце концов вы вернетесь к Нему и осознаете, что успех — это быть любимым Богом И уже вы не будете так сильно нуждаться в любви других людей, потому что Бог любит вас, и вы это осознаете И, наконец, в послании к римлянам мы читаем о том, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками Задумайтесь, какая любовь Мы были грешниками, Он совершенен, и Он умирает за нас Вот на что готов Бог в своей любви к нам И мы должны помнить об этом каждый день Что Христос умер за нас, когда мы этого не заслуживали Успех — это знание того, куда вы направляетесь И я пребуду в Доме Господнем многие дни О каком это Доме Господнем, говорит Давид Я не думаю, что речь идет о Скинии Так как Скиния была достаточно мала, там трудно было жить И большая часть Скинии была недоступна для него, несмотря на то, что он был царем Потому что только священники могли входить в святое святых Давид не мог Поэтому я не думаю, что речь идет о Скинии Давид никогда не видел храма Храм был построен после Давида Поэтому я полагаю, когда Давид говорит о Доме Господнем Он имеет в виду вечное пребывание с Богом на небесах Давид был уверен в том, где он окажется, когда его земная жизнь окончится Когда он умрет Он знает, что он окажется в присутствии Божьем Поэтому успех — это первое знание Бога Это живые отношения с Ним Успех — это знание того, что вы любимы Богом И читая Писание, мы вновь и вновь видим, как любит нас Бог Как Он протягивает к вам руку, когда вы в отчаянии И успех — это уверенность в небесах Вы можете обладать всеми богатствами на этой земле Но если у вас нет небес, то вы нищий Потому что вам придется умереть И умирать вы будете в отчаянии Если только не обретете уверенность в том, что окажетесь на небесах И недостаточно просто надеяться, вдруг вам повезет Необходимо знать наверняка о том, что вас ждет вечность Успех — это уверенность в том, куда вы направляетесь Иисус сказал «Истинно, истинно говорю вам Верующий в Меня имеет жизнь вечную» И у меня вопрос к вам Если у вас пастырь, или вы заблудившаяся овечка Которая может заблудиться Которая беззащитна перед хищниками Перед дьяволом, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить Мы не сможем обрести покой, пока не встретим доброго пастыря В котором обретем довольство, безопасность и успех И мой призыв сегодня — придите к Нему Скажите, Господь Иисус, я хочу обрести в Тебе довольство Обрести в Тебе безопасность Обрести в Тебе успех Придите к Нему Не медлите Провозгласили ли вы Господа своим пастырем Чтобы обрести в Нем все это Безопасность, успех, довольство Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Это еще не все Я думаю, что все присутствующие здесь, а также все, кто смотрит этот курс по видео Принял Иисуса Христа как своего Спасителя Но знаете, может, я допускаю слишком много Быть может, это не так Может, я ошибаюсь Поэтому я смелюсь задать другой вопрос Провозгласили ли вы Господа своим Спасителем Иисус однажды сказал Я пришел для того, чтобы имели жизнь И имели с избытком Я есть пастырь добрый Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец В другом месте мы читаем Овцы мои слушаются голоса моего И я знаю их И они идут за мною И я даю им жизнь вечную И не погибнут вовек И никто не похитит их из руки моей Обретите спасение в нем Если вы этого еще не сделали Ибо Он пастырь Он Господь В нем безопасность В нем довольство В нем успех Я хотел бы призвать вас к молитве И затем я еще раз прочитаю 22 Псалом Господь Иисус Ты знаешь тех людей, которые смотрят это видео Ты знаешь тех, кто еще не обрел тебя как пастыря Пастыря, которые даруют защиту Дорогой Господь Я молюсь о том, чтобы эти люди Пригласили тебя Признались бы тебе в своих страхах И попросили защиту у тебя Чтобы твой жезл успокоил и их Чтобы они сказали Господь, защити меня Я думаю, смотрят и те Которые чем-то не удовлетворены в жизни Кто-то ищет карьерного роста Кто-то стремится обрести диплом Или богатство Кто-то надеется на новую работу Или новую любовь И так далее и далее И они еще не пришли к тому, что дает Вечное удовлетворение И Господь, я молю, чтобы ты привлек Таких людей к себе Чтобы они обрели довольство в тебе А также есть те Кто стремится за этой иллюзией Земным успехом Но истинный успех лишь только в вечности Куда ты ведешь нас, Господь Иисус И если есть кто-то, кто ищет успеха Где бы то ни было, но не в Боге Господь, пусть они придут к тебе и скажут Будь моим пастырем Помоги мне стать успешным в тебе Стань ты моим успехом Я хочу каждый день убеждаться в том, что ты любишь меня Я хочу убеждаться каждый день, что ты приготовил обитель для меня на небе Я нуждаюсь в твоем помазании В помазании елеем В возрождении своих взаимоотношений с тобой Знать, что ты всегда рядом Приди, Господь Иисус Ты знаешь наши нужды И ты также знаешь тех, Господь Господь, кто не обрел тебя как спасителя Пусть они придут к тебе и попросят прощения за свои грехи Протятся от них, позволят тебе очистить их Простить и даровать праведность Мы еще раз прочитаем 22 Псалом Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться Он покует меня на злачных пажетях И водит меня к водам тихим Подкрепляет душу мою Направляет меня на стезе правды Ради имени своего Если я пойду и долиной смертной тени Не убоюсь зла Потому что ты со мною Твой жезл и твой посох Они успокаивают меня Ты приготовил предо мною трапезу Ввиду врагов моих Умастил елеем голову мою Чаша моя преисполнена Так благость и милость Да сопровождают меня Во все дни жизни моей И я пребуду в Доме Господнем Многие дни Аминь Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok